Теперь не нужно искать новые рецепты. Подпишись на канал Кухня Рудницкого, и они сами к тебе придут. Смотри все самые вкусные, а главное проверенные на личном опыте блюда. Сделай свой рацион не только вкуснее, но и разнообразнее. И настроение точно поднимешь. Подписывайся, ссылка внизу в описании. Так, сегодня мы будем с вами копать. Приехал я на одно место, здесь не был никогда. Говорил я с дедушкой Федором. Ему сейчас больше 80 лет. Он говорит, когда он еще был маленьким, он помнит, что здесь дед, уже тогда был тот дед, водил корову. Если деду 86 и там был дед, значит могут быть ранние советы, даже поздние цари. Осколков здесь море, я уже так пробежался, но пищит все. Так что походим, хотя сегодня я планировал ехать не сюда. Ехал на одном интересном месте для меня, вскрывали влагу, так что мы едем туда. Все, сейчас мы тут пробежимся, где-то с часок побегаем, пам-пам-пам, как грациозная жирная лань с таким вот пузом. И поедем туда, куда надо. Там точно монетки должны быть, ну по крайней мере мне все время там везло. А тут кто его знает, сейчас раз-раз-раз и посмотрим. Красиво, раньше люди жили. Вот деду взял гостиницу, сейчас где-нибудь положу, чтобы кто-нибудь скушал. Лисичка или может быть зайчик, бублеед и будем искать. Дом нашел быстро, сигнал о море, но все какие-то кусочки. И вот первая находочка, которую можно показать. И кто не выкопал, а смотрите. Вот колечко. Так сверху и лежало. Обручалочка. Наверное женская. Потому что на мужской палец маловато. Ну чего, первая находочка такая, что можно показать. Радует, колечко старое. Такие часто делали из монеток. Покружим еще, покружим. Вот домик, если вам видно. Светлое пятно. Выкопал уже, не знаю, штук 20, не пойми чего, от лампочек, от крыши. И вот опять то, что можно показать, лежит сверху. Смотрите. Блестит. Вытащил трактор, наверное. Потому что влагу вскрывали вот только что. Ну, походу, это ложка. Точнее, то, что от нее осталось. Какие-то еще вот рисунки есть. Жалко, конечно. Вот когда люди копают на лугах или в лесах, эти вещи целые. А здесь вот так вот. Так, рис Василий и ее в бараний рог. Ну, находочки мы не выбираем. Пойдем еще с вами вон туда. Почти дошел. Может быть, здесь когда-то была река. Сейчас вот так вот. 3726-й. Вот такой вот сигнал. Но так бьют советы. И разная жбонь. Так что копать надо. Я уже сколько их выкопал. Ага, кругляшок. Все говорил, вырежу. Но это кругляшок. Мониточина. Конечно, не империя. Но по размерам 20 копеек. 20 копеек. Походу рамочный. К секунду. Он самый. 20 копеек. Походу 57-го года. Почищу и покажу. Я это дело люблю. Мониточина. Пускай и не царская. Но все же первая. Недаром мы уже сегодня выехали. Хорошо сегодня. Класс. И хочется жить. Тот, кто не копает, тот не поймет. Ляпота. 20 копеек ранних советов. 1957-го года. В народе их еще называют рамочник. Материал монеты. Мельхиор. Масса 3,6 грамма. Диаметр 21,84 миллиметра. Толщина полтора. Чеканилась на ленинградском монетном дворе. Гурт Рифленый. Такие монетки лучше продавать кучкой. Вот смотрите какой куст. Здесь у нас сирень. И бузына. Здесь точно был домик. Потому что такое садят только там. Вот. Очередной загадочный хрюкающий сигнал. Неглубоко. Копнем чуток. Очень много кусочков разных. Котелков. Опа-на. Вижу и так. Смотрите. Хотя похоже кольцо с дыркой. Не. Дырки нет. Монетасина. Если так било. Или серебро. Или копейка. Или копейка. А я так не вижу ничего. Секунду. Это две копейки. Формата Николая Второго. Почему так били. Не знаю. Может быть в окислах. А может быть за... Тёртое. Здесь тереть не буду. Дома помою. И вам ставлю фотографию. Первая монетасина. Империя. Ху-ху. Сейчас я тут выкопаю всё. Долго я чистил данную монетку. И вот что получилось. Две копейки 1896 года. СПБ. Это у нас монетка Николая Второго. Гурт здесь. Рубчатый материал. Монет имеет. Вес 6,56 грамма. Диаметр 24,1-24,3 миллиметра. Тираж 20 миллионов 770 штук. Но в нашем состоянии монетка недорогая. Ну, насчёт всё. Я, наверное, погорячился. Куб стаканом станет. А у меня пузо большое. Соответственно, и пуп большой. Мусора очень много. Била как кака. Ну, естественно, кака. Пряжка какая-то. Пряжка какая-то. Видно? Хутор стоял очень долго. Ну что, находочки мы не выбираем. Хочу монетасина. Вот таких вот сигналов. Здесь уйма. Шёл с другой стороны. Был более-менее. Опа-на! А с этой стороны какашка. Но, как ни странно, это монетка. Но если так била, стопроцентно поздний совет. Он самый. По ходу, 20 копеек, да? Какого года? 61-й. Это многое объясняет. Так, ещё 20 минут и поедем на жирные места. Потому что здесь неинтересно. Здесь надо денег робить, чтобы понять, где и как и чё. Фух, вот такая вот западлянка бывает на советских хуторах. Лубина с колена. Выкопал вот такую вот жбонь. Оббила так красиво. Любой прибор на вот такое вот бьёт цветниной. Фух, я думал уже вон, клад, клад. А ну, обломись, обломись, Димон. Но, зарядка полезна. Да, всё закопал обратно. Сигнал был спорный, копнул. Сразу думал, колечко. Оно то колечко. Только не то, что на палец. Или это заготовочка. Не знаю, заберём. Ну что, друзья, переехали. Сейчас будем ходить здесь. Может, здесь нам улыбнётся монитосина царская, а? Погодка просто шепчет. Вот он. Сигнал мечта. Почему-то я уверен, что это монитосина. На 83%. Потому что здесь алюминий очень редко. Ну, 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 давай, давай. Выкопал. Не поменялся. Монитосина. Я же говорил, правильно. Вот она. Ха-ха. Вот она. Смотрите, гурт. Правильное место. Что это у нас? По размерам? Не знаю. Походу, по ней попало. Секунду. Это что-то Елизаветы Петровны. Вензеля видно. Во. Садист, тракторист Василий. Но всё же. Почищу и покажу, что бы это ни было. Может быть, деньга, может быть, полушка. У меня такой монеты нет. Но грусть печальна. Находки мы не выбираем. Сейчас будем крыжить, так крыжить. А так у нас первая нормальная империя. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ау. Хе-хе-хе. Почистил я монетку. Увы, она очень уставшая ещё. И контрольный был в голову от тракториста Василия. Но это, друзья, в наших местах просто раритет. Это деньга Екатерины Второй. Но, увы, состояния нет. Но всё равно приятно. Ай, люблю это место. Люблю. Ту-ду-ду-ду-ду. Ау. Ту-ду-ду-ду-ду. Ау. Смотрите. Наступил. Просто наступил. Вот мой след. Вот. А вот она. Ха-ха. Просто так сверху. Ахаха. Облом. Ай-яй-яй. Облом. Обломись. Ха-ха. Кто-то делал кольцо. Какой-то варвар. Из двух копеек Александра. Вот та-да-да. Ха-ха. Но всё же находка эпичная. Уу. Классные ощущения. Хотя и облом. Это же надо. Из двух копеек так вырезать. Эх. Вот походу у нас спереди домик. Сейчас побегаем. Во. Сигнал нашёл. Уже и боюсь. После последнего облома. Ха-ха-ха. Опа-на. Ха-ха-ха. Опа-на. Я не переживу, если это опять облом. Смотрите. Походу сверху. Такой гурт бывает только у одной монеты. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Сейчас я поору. Секундочку. Ха-ха. Ох, я и орал. Это целый пятак Екатерины. Смотрите. Смотрите. Сверху. Конечно, его покосал тракторист. Но всё видно. ЕМ пять копеек. Ху-ху-ху. Я уже где-то пару лет не находил таких монет. И сверху. Сверху. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Аааа. Я умовый дурачок. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. Ха-ха. Позвоню брату. Позвоню. Ха-ха. Вот это мониторсина. Смотрите. Ха-ха. На два с половиной пальца. А у меня рука, как у людей нормальных нога. Ха-ха-ха. Вот это да. Тереть не буду. Какой сухой, а. И влагу вскрыли только вчера. Походу вытащила лапой. Ну видно вот здесь вот коцнутый. Но какая разница. Шайба. Ха-ха-ха. Поздравляйте меня. Ху-ху. Ха-ха. Ай. Не-не. Класс. Находка мечта. Она сделана мой день. Это пять копеек 1763 года. ЕМ. Это у нас Екатерина. Вторая гурт монетки. Сетка. Очень хорошо видно. Материал медь вес 51,2 грамма. Вот такая вот шайба. Диаметр 42-43 миллиметра. Тираж 32 миллиона 656 тысяч 351 штука. Вот это одна у нас. Конечно же тракторист Василий поиздевался над монеткой. Но могло быть намного хуже. Реально смотрел проходы в таком состоянии где-то около 4 долларов. Но я бы за такие деньги не отдал. Потому что монетки они ведь не грибы. И с каждым годом их точно не становится больше. А вы верите в судьбу? Вот некоторые люди говорят, что все уже написано. Мы живем по сценарию. Вот был сигнальчик. Пуговка. Как объяснить тот факт, что вот например пуговка. Да? Пуговица. Кто-то ее потерял 200 лет назад. И она лежала. Ждала нас. Совпадение. Здесь проехал 100 тысяч раз трактор. И все такое. Она ждала именно нас. Или монетка, которая лежит 200-300 лет. Тоже совпадение? Или это все было написано? Я не знаю. Мне хочется верить, что мы управляем своей судьбой. Вот такая вот пуговица получилась. Интересная такая. Полненькая. Как я. И ушко на месте. Пуга точно старинная. А если взять за факт, что судьба у нас уже написана. И мы живем по шаблону. И представить, что вот тот, кто писал, ошибся. Вот представьте, у вас судьба должна быть изначально не такая. Ну, ошибся кто-то там. Не обидно, да? Ведь есть в истории такие примеры, как говорят, из грязи в князи. Хочется верить, что все-таки мы можем влиять на свою судьбу. А не просто плыть по течению и говорить, да-к, судьба у меня такая. Интересно, если подумать на досуге. Есть она или нет. Стоит чего-то делать. Кардинально менять свою жизнь. Или смириться. О, где-то здесь. Мол, то не я такой. Опа, монетка. То судьба у меня такая. По размерам. Если так бил, двундель. Ранних СССР. Так ничего не вижу. Вартензи битте айна минутте. Две копеечки 36-го. Как по мне, более-менее живая. Почищу. Еще чуток и будем ехать. Есть дома работа. Две копейки 1936-го года. Это у нас монетка СССР. Материал алюминиевая бронза. Масса 2 грамма. Диаметр 18 миллиметров. Толщина 1,25 миллиметра. Чеканка. Ленинградский монетный двор. Оформление курта рифленое. Но такие монетки очень недорогие. Сигнал такой интересный. Смотрите. Похож на колечко. На. Советик. Но здесь алюминия я не находил. Походу лежал неглубоко. Не, не выкопал. О. Где-то здесь. А, вижу. Какая-то штука. Ой. Она в бараний рог. Но штука. Секунду. Смотрите. Какой-то орнамент. И видны следы позолоты. Не знаю, чего оно. Дома помою и покажу. Наверное, если попробовать ровнять, то лопнет. Но что это может быть, даже не представляю. Если кто-то знает, подскажите. Такая вот штучка со следами позолоты. Золото! Золото! Хотя меня до сих пор плющит после того пятака. Почти два года таких больших монет уже не находил. Чуток почистил, но ровнять не стал. Потому что уверен, что сломается. Видно трещина. Это какая-то накладочка. Смотрите, какая зеленая. И видны следы точно позолоты. Что это такое, я не знаю. Но какое-то было украшение. Красивое, что? Фух, друзья. На сегодня все. О, кран купил. Обманули. Я просил на 20, на трубу дали на 16. Надо ехать на рынок и давать в жбан. Просить, чтобы поменяли. Вот знаете, когда вот так ходишь по полям, есть много времени подумать. Обо всем ни о чем. Когда находок много, тогда нет. Тогда орешь монитосина. Бывают такие выезды, что просто пустые. Или между находками 20, 30, 40 минут. Бывает и час. И вот так вот подумаешь, ради чего живешь. Вот мне почти 40 лет. Всю жизнь прожил в селе. Какашки, куры, коровы, свиньи. Как бы ничего и не видел. Какой я там за границей, за пределами области пару раз был. Никаких там синих морей, всего такого не видел. Как посмотришь в фильмах, знаете, вода такая прозрачная, там желтый пляж, пальмы, мулаты, мулатки, верблюды. Я такое видел только на картинках. Выходит, смысл жизни. Весна. Пахаешь на огороде, посадил. Потом пашешь все лето. Потравил, окучил сорняки. Осень убрал, чтобы напожрать. То есть всю зиму ты кушаешь как бы свое, минимально покупаешь. Весна опять. И ради чего живешь? Живешь, чтобы пожрать и покакать. Грубо, но правильно. Ну согласен, семья, дети. Ну как-то все печально. Вот мы все время думаем. Нам будет чуток денег. Не много. Не на заводы пароходы. Чуток, чтобы там забор починить, крышу. Кому-то машину поменять. Не, не Лексус какой-то там выпендрежный. А просто, чтобы машина с минимальным комфортом доехала с пункта А в пункт Б. Да, и там не отвалилось колесо. И вот такой вот холодец. А как посмотришь, вот те, у кого заводы пароходы, то есть с нашей колокольни. У них-то деньги есть. Живите и радуйтесь. У них все проблемы. То наркоманом стал, то нажрался. Каких-то там антидепрессантов не откачали. Вопрос сразу. То есть что вам не хватает, люди? Живите и радуйтесь. Путешествуйте. Развивайтесь. Я не знаю. Может быть там несколько хобби таких. Сколько мест на свете, чтобы посмотреть не только мой огород и какашки. А вот там, я не знаю, какие-то там водопады и все такое. Не знаю. Как-то знаете так вот. Может быть это у меня кризис среднего возраста. И авитаминоз. Не знаю. Но как вот так как-то нахлынет. Как-то жутко. Живешь, чтобы пожрать и покакать. Еще и с краном обманули. Я думал воду сделать на улице, чтобы с колодца не носить. А придется опять. Все всех обманывают. Ну что же это такое? Нет справедливости на свете. Еще и как послушаешь, где-то прочтешь, пишут. Все в нашей жизни предрешено. Если ты родился грубо в какашках, значит и ты там и умрешь. Это вот еще больше угнетает. То есть выходит, смысла-то жизни нету. Ради чего живешь? Зачем я это говорю? Да не знаю. Как-то какое-то такое вот настроение. Как бы находочки хорошие, пятачок. И вообще так понравился мне коп. Ну не знаю. Временами думаешь, знаете, может быть действительно надо все бросить. Там поехать за границу куда-то. Потом если устроишься, забрать семью. Вот люди живут. А как пообщаюсь на канале, есть люди, которые за границей. Говорят, нет там такого меда, чтобы так вот классно и все такое. Надо, если хочешь жить, работать, работать, работать. Там к тебе отношения, как будто ты человек второго сорта. Тебе всю жизнь надо доказывать, что ты как бы достоин там у них жить. Они все думают, отношение такое. Вот вы приехали, на все готово. И значит вы должны работать с утра до вечера. И всю жизнь доказывать, что вы этого достойны. Но опять же, если посмотришь на нашу инфраструктуру, на все вот это вот, то как бы там кажется лучше. Или хорошо там, где нас нету. Короче, ну его. Если у кого-то есть какие-то мысли по данному поводу, пишите. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что со мной копали. Наговорил я много ерунды. Если кому-то не нравится, тыкайте лайки. Пишите, что я ненормальный, неадекватный, жирный мародер. Хотя бы это радость и стабильность. Вот хайтеры, они стабильные. Каждое видео пришли, покакали и ушли. Так что, друзья, стабильности вам во всем. Находочки покажу, поехал домой. Буду загребать, копать, садить, полоть. А по находкам у нас вот так вот. Вот эта одна монета сделала весь скоб. Вот нашел и все, и жизнь удалась. Но это, конечно, расстроило. Варвары. Ну, если брать общее количество кругляшков, то неплохо. А так, кто его знает. Для наших мест неплохо. Пятак очень порадовал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!